Девушки отдыхают В гости. Ведь чем больше людей заболеет, тем ему лучше. Устрой ему облом. Общайся с друзьями онлайн. Отложи поход в кино и тренировки. И, конечно, вызови врача при первых признаках коронавируса. Вот вылечишься и пойдешь гулять сам по себе без всяких вирусов. Лысинской посуды запускает акцию «Черная пятница». Каждую пятницу скидка 20% на всю эмалированную и нержавеющую посуду. Каждый месяц 15 числа скидка 5% на напольные, газовые и электрические плиты производства Лысва. Ждем всех за покупками с 10 до 18 часов. Торговый центр «Центр». Улица Карла Маркса, 14. Телефон 384-00. Самые последние новинки солнцезащитных очков с высокой степенью защиты от ультрафиолета. Ваши глаза будут надежно защищены. Приходите и выбирайте. Магазин «Оптика». Улица Голованова, 83. Оптика для всей семьи. Улица Ленина, 71. Компания «Профкомплект Центр» предлагает. Сайдинг, металлосайдинг, виниловый сайдинг, поликарбонат, профнастил, металлочерепицу и андулин по лучшей цене. Условия и стоимость доставки обговариваются индивидуально. Компания «Профкомплект Центр». Кунгур, улица Свободы, 147. Телефон 8-950-441-78-94. Мы здоровья всем желаем, воду на дом доставляем. Только с чистой водой будешь долго молодой. Срочно нужна живая вода? Звони 412-82. Дети берут пример со взрослых и все повторяют за вами. Ваша задача – сделать так, чтобы они повторяли правильные вещи. Например, чаще мыли руки, надевали маску в общественных местах, чихали и кашляли в локоть и защищались от чихов других. Соблюдали дистанцию. Чем больше правильных вещей дети будут повторять за вами, тем в большей безопасности они будут. Будьте хорошим примером и будьте здоровы. Не поджигай траву. Огонь может перекинуться на деревья. Туши костры, убирай мусор. Пожар легче не допустить, чем тушить. При обнаружении пожара звони. 8 800 100 ровно 94 00. Июнь. Россия. Воскресенье. Рассвет в объятиях тишины. Осталось хрупкое мгновение. До первых выстрелов войны. Через секунду мир взорвется. Смерть поведет парад Олле. И навсегда погаснет солнце для миллионов на земле. Июнь. Россия. Воскресенье. Страна на грани быть, не быть. И это жуткое мгновение нам никогда не позабыть. Свеча не плавится, не плачет, а рыдает. Она о павших страшных битвах вспоминает. Ее душа горит в огне пожарищ, Где каждый был как брат, Был друг, товарищ. Она горит, чтоб люди не забыли, Как зло в смертельной схватке победили. В свече нелики тех, кто победил, Кто от чумы фашистской защитил, Кто не дожил до мира, до победы. Потомки, помните всегда об этом. Склоните головы в священной тишине. Не дайте разгореться вновь в войне. Свечу, как скорби знак, над миром поднимите. И от нее огонь в сердцах зажгите, Чтоб не угас над миром жизни свет. И люди воинам на земле сказали, Нет, горит свеча, душа ее рыдает. О всех погибших в войнах вспоминает. Посидела в этот миг земля, И раздался горький женский крик. К нам непрошенной пришла война, И застыло время в этот миг. И от боли плакала земля, А мальчишки побежали. Беспощадной была тогда война, И они от родных в окопах умирали. И пусть пройдут года, Пройдут века, Но в этот день мы заживаем свечи, Чтобы помянуть погибших имена. Пусть память будет светлой, Будет вечной. И пусть пройдут года, Пройдут века, Но в этот день помолимся за них. Мы будем помнить Ваших имена, Они для наших местных живых. Раскололась пополам земля, Серый пепел в воздухе дружил, К нам непрошенной пришла война, И от боли плакала земля, Кровавыми слезами. Будь ты проклята, Разлучница война, И горди земля своими сыновьями. И пусть пройдут года, Пройдут века, Но в этот день мы заживаем свечи, Чтобы помянуть погибших имена. Пусть память будет светлой, Будет вечной. Пусть пройдут года, Пройдут века, Но в этот день помолимся за них. Мы будем помнить Ваши имена, Они для наших местных живых. Они для наших местных живых. И пусть пройдут года, Но в этот день мы заживаем свечи, Чтобы помянуть погибших имена. Пусть память будет светлой, Будет вечной. И пусть пройдут года, Пройдут века, Но в этот день помолимся за них. Мы будем помнить Ваши имена, Они для нас живее всех живых. Они для нас живее всех живых. Мы будем помнить. День памяти, победы праздник, Несут венков живую вязь, Тепло букетов, красок разных, Чтоб не терялась с прошлым связь. И плиты скорбные согреты, Цветов дыханием полевым. Прими, боец, как дар все это, Ведь это нужно нам, живым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В наших душах человечих Есть один простой секрет. В нас горят святые свечи, Излучая тонкий свет. Три свечи, свеча надежды, веры И свеча любви. Три огня, святых и грешных, Освещают изнутри. И пока огонь не гаснет, Память наша будет жить. Будет мир и будет счастье. Все, чем нужно дорожить. Помним, любим, благодарим. Субтитры подогнал «Семкин Корректор А.Егорова» 80 лет назад, 22 июня 41-го года, Началась самая кровопролитная, тяжелая и затяжная Великая Отечественная война. Сегодня вся Россия вспоминает и чтит подвиг советской армии. Кунгреки собрались на площади Победы, Чтобы отдать дань памяти солдатам, Принявшим в этот день свой первый бой. Мы выстояли в этой войне, мы победили. Тяжело она нам досталась. И, конечно, сегодня каждый житель, Каждая семья имеет полное право говорить, Что мы победили. В каждой семье есть воин, который ушел и вернулся. В каждой семье есть воин, который вернулся со славной победой. И, конечно, в каждой семье есть люди, Которые своим трудом ковали эту победу. В Кунгуре осталось 14 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них только один сегодня смог прийти. Василия Кирилловича Каргопольцева на фронт призвали 17-летним парнем В 1942 году после Камышловского военно-пехотного училища. В рядах 144-го отдельного воздушно-десантного батальона 37-го корпуса Мужчина совершил 60 прыжков. В марте 45-го совместно с другими войсками Участвовал в разгроме 11 танковых дивизий немцев Юго-Западнее Будапешта. За свой славный боевой путь награжден медалями за отвагу, За победу над Германией. 2 мая знали, что по радиусу, По радиусу знали, что война закончилась. И вышкочили там из укрытия все. Такую стрельбу подняли, стреляли. И вдруг комбат, замком комбата, Майор Пронин, красавец такой, выходит, Это что за стрельба? Еще не ли стрелялись? И тихонько достал из кабана. Ну, знаете, ТТ, тульский токарев. Повернулся, два раз выстрелил, Повернулся и ушел, больше не было. И вот после этого было тихо, муха пролетит. И вдруг полетели пилотки, шапки, кричали «Ура! Ура! Ура! Громко!» Армия советских солдат не только выстояла в пограничных боях. Отстояла Москву, Ленинград, Сталинград, но и дошла до Берлина. 11 наших земляков, кунгуряков, участвовали в штурме столицы нацистской Германии и, в частности, Рейхстага. Великая Отечественная война была войной необычной, поскольку агрессор рассчитывал не только захватить территорию, но главная цель фашистской Германии – это уничтожение советского народа как человеческой единицы. И второе, война велась не только против фашистской Германии, поскольку на стороне агрессора официально только выступили 11 европейских сиатских государств. И тем весомее наша победа. К 25 июня 1941 года из Кунгура на фронт было отправлено 3,5 тысячи человек. 150 автомашин, 400 лошадей с повозками и упряжью. Лента добровольцев тянулась от Кушклуба к военкомату по улицам Ленина и Карломаркса. Более 9 тысяч кунгуряков ушли на фронт, более 4 тысяч из них не вернулись. С 22-го началась мобилизация. Военкоматы – Кунгурский, Юго-Осокинский, Пермхенгинский, все, что находятся на территории сейчас Кунгурского муниципального округа, точный срок поставили ресурсы. Кроме этого, было принято более 120 заявлений в первый день добровольцев. На территории нашего города формировалось 3 стрелковых дивизии и части подразделения Уральского добровольческого танкового корпуса. Кунгуряки достойно защищали родину на всех фронтах и на всех флотах. К сожалению, тысячи из них не вернулись из боя. Минутой молчания отдают дань памяти кунгурякам, всем россиянам, ушедшим на фронт в этот день 80 лет назад. В первые годы на войну отправились около 14 тысяч наших земляков. Возложить цветы к мемориалу памяти пришли первые лица города, представители различных партий, общественных организаций, школ, представители воинской части и рядовые кунгуряки. Каждый из них знает – никто не забыт и ничто не забыто. В Кунгурском муниципальном округе дерево упало прямо на дом, вызвав неподдельную тревогу у местных жителей. Минувшим воскресеньем в послеобеденное время на пульт дежурного Кунгурской городской службы спасения поступил звонок о том, что по улице Восточная в селе Серга на многоквартирный дом повалился массивный ствол дерева стоящего ряда. Незамедлительно на место выехали спасатели. По прибытию они аккуратно убрали березу с жилого объекта, после чего распилили ее мотопилой. Серьезных повреждений у дома не оказалось. Служба спасения напоминает, в случае возникновения опасности необходимо набрать короткий номер 123 либо 279-91. Телефон единой диспетчерской службы – 112. Ранее Кунгурский водоканал сообщал о плановом отключении водоснабжения в связи с ремонтом пожарного гидранта по Плехановскому тракту в районе ДРСУ. Однако планы у коммунальщиков изменились, и отключение воды перенесено на четверг 24 июня. С полдевятого утра и до окончания работ без водоснабжения останутся потребители за Сылвинской части города. Это жители улиц Бочкарева, Детская, Мамонтово, Криулинская, Ильина, Сылвинская, Шаквинская, Политаевская, Плехановский тракт, а также переулков, обувщиков и маршзаводского. Телефон для справок – 247-46. Недобросовестное исполнение обязанностей еще зимой откликнулось организации взысканием штрафа летом. В рекаме и судебные приставы взыскали с нерадивых коммунальщиков штраф за недлежащее содержание дороги. Так, еще в январе текущего года в ходе проверки на одном из перекрестков села Суксун надзорный орган выявил помеху в виде многометрового снежного вала, что явно затрудняло движение на дороге, повышая риск возникновения ДТП. По данному факту, в отношении муниципального учреждения управления благоустройством ответственного за данный участок составлен протокол, после чего суд назначил организации штраф в 100 тысяч рублей. А уже в конце мая исполнительный документ попал в отдел судебных приставов по Суксунскому Ординскому району. В избежание штрафных санкций муниципальное учреждение в кратчайшие сроки возместило всю сумму. Целую неделю, начиная с 14 июня, в республике Мордовия проходили соревнования Приволжского федерального округа «Школа безопасности», где наш край представлял Кунгурский клуб дома детского и юношеского туризма и экскурсии «Вертикаль». Ребятам на протяжении семи дней предстояло участвовать в различных соревнованиях – пожарной эстафете, кроссе протяженностью в один километр, контрольно-силовых упражнениях, где мальчикам предстояло подтягиваться на турнике, поднимая ноги к перекладине, а девочкам качать прессы и даже художественной самодеятельности. Здесь в старшей группе лучшей среди всех девочек стала Кунюхова Мария – рекордсмен клуба «Вертикаль», а младшей отличную подготовку показала Курилова Софья. Помимо прочего, ребят ждала дистанция поисково-спасательных работ и двухдневный маршрут выживания. По итогам всех видов соревнований собранность и отличная подготовка привела младшую группу клуба дома детского и юношеского туризма и экскурсии к призовому третьему месту, а старшая команда заняла восьмую позицию в общем зачете. Уже на протяжении многих лет здание бывшей бак-лаборатории на вокзале пустует, за это время оно успело обветшать и стать местной свалкой. Мусор лежит как внутри, так и снаружи. В этом году ситуация еще и осложняется тем, что статистика пожаров возросла в разы. И стоит кинуть спичку, и на одно сгоревшее здание в городе станет больше. Ситуация ужасная. Сейчас пожарный период в летний, когда температура окружающего воздуха высокая. Теперь плюс тополинный пух. Пожароопасность возрастает в разы. И свободный доступ, ничто не заколочено. Дети могут подойти, бомжи могут поджечь. Ну и в общем все печально. Ждем, видимо, очередной какой-то пылающей точки на карте нашего города. Заброшенные здания всегда привлекают детей, а здесь множество пустых помещений. На полу везде валяются бутылки, а крыша проседает. Страшно, ведь одна из вылазок подростков может закончиться трагедией. Весной ветки вдоль железнодорожной линии, ведущей от вокзала, спилили. Но так здесь их оставили. Местные жители уже начали кидать сюда мусор. И в продолжении темы пожароопасности в случае возгорания здесь рядом находится еще и теплотрасса. Если в одной части ветки спилили и оставили, то здесь чуть дальше путь больше напоминает джунгли, а рядом находится и детский сад, и школа, и Кунгурская городская больница. Чтобы путь был комфортным, безопасным для всех, нужно утилизировать заросли, но не оставлять ветки засыхать, а сразу же их убрать и довести дела до конца. Большое количество растительности – это не всегда плохо. Вот и на контрасте с обветшалыми уголками нашего города мы по улице Микушева нашли такой райский цветущий уголок. Продолжение следует... Если не пускать ситуацию на самоотек, а приложить достаточно терпения, усердия и потратить время, то своими руками можно создать самую настоящую сказку. В День памяти и скорби на Площади Победы встретились ветераны железнодорожного узла станции Кунгур. Вместе с молодым поколением они провели памятную акцию. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Кунгурские казаки присоединились к мероприятию, устроив торжественный автопробег. И стоит она на Волге, и ликуя, и скорбя, и все матери погибших видят в ней самих себя. В акции приняли участие ветераны, дети войны, молодежь, руководители предприятий, депутаты и казаки. Кунгуряки возложили цветы к памятнику, посвященному Уральскому добровольческому танковому корпусу. А это нужно нам для того, чтобы память эта была у нас вечной. И самое главное, чтобы об этом знали и помнили молодежь, люди младшего поколения. Чтобы не повторилась этой беды, чтобы все знали и помнили, сколько людей ушло у нас и не вернулось назад, сколько погибло. У нас ведь осталось уже совсем немного ветеранов войны, участников войны и тружеников тыла. Поэтому вот это как бы напоминание о том, чтобы люди знали и помнили, как это страшно. Бессонные ночи, трясущиеся от страха коленки для бывших школьников Кунгурского округа позади. А это значит, что подведены первые итоги государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ. Стало известно, что высокий балл, а это 90+, по обязательному предмету, каковым на сегодняшний день является русский язык, показали 15 экзаменуемых. Самый высокий балл – 98 в Степановской СОЖ и 100 баллов в 10-й школе у выпускницы, а вы не выращиваете. По словам специалиста Управления образования Кунгурского муниципального округа Марины Воронцовой, отличными результатами блеснули выпускники в профильной математике, где самый высокий результат в 96 баллов показали выпускники лицея и 10-й школы. А лучшие результаты среди сельских школ, где высшей отметкой стали 90 баллов, показали учащиеся Комсомольской, Кылосовской и Трайлежанской школ. 23 июня в Кунгуре облачно, возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 16, днем плюс 23. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба. 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более сорока жизней разбиваются каждый вечер из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Выпил? Не заводись. Разобьешься. Движение безопасности. Бездтп.ру МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА